привет ребят меня зовут антон и добро пожаловать обратно на мой канал сегодня я хочу показать у меня очень мало папа видео о покупках и многие просили делай больше такие видео то что новые покупки это всегда очень интересно оказывается людям я сам и сам не против смотреть такие видео поэтому сегодня я покажу покупки в интерьер можно сказать так вещей которые купил по огромным скидкам по большим скидкам скажем так на рождественских распродажах и у меня дома миллион всего и я не могла остановиться в покупках вещей и я покупаю 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 у меня просто найти в английском языке есть слова хордо и не все никак не могу правильно установить себе свет вот это люди которые покупают все подряд и я такой что у меня просто миллион всего и сейчас хочу показать что я купил и немножко поговорить с вами и как то так знаете пытаюсь разнообразить контент не потому что потому не потому что это прямо необходимо потому что у меня у меня душа просит сама какого-то разнообразия знаете хочется разнообразить свой канал потому что не хочется чтобы все это знаете началась стагнация стагнация в том плане так стагнаться у меня в голове приступаем начну я с этого мешка я у меня огромное количество одежды я люблю покупать одежды я люблю покупать игрушки игрушки это моя одна из самых любимых статей расходов обожаю косметику я коллекционирую косметику я обожаю компьютерные игры но и больше всего на свете я нет не больше всего на я люблю игрушки больше я люблю красивые вещи в интерьере знаете такие чтобы они были редкие не не у каждого чтобы они были чтобы они были в свой рода уникальные и сейчас я вам покажу три подсвечника три подсвечника которые просто меня сводят с ума здесь поставил большую коробку вторых тоже распакую но это интерьерный магазин в котором знаете стиль там очень провансальский все очень серебряное золотое белое но увидел я эти подсвечники я просто влюбился ребят вы посмотрите какой шикарный подсвечник это стекло это железо и он вот такой он просто восхитительный это какой-то бельгийский бельгийская фирма это бельгийская интерьерная компания которая делает именно не мебель у думаю эхо есть а который делает именно аксессуары такие как вазы всякие подсвечники меня канделябра ну вот такого плана и вот такой подсвечник ребят стоил он 39 евро и я его купил за пол цены вы посмотрите насколько роскошный из подсвечник и я люблю не нравится только на какой он просто очень очень массивный он просто нереально массивный тоже подсвечник знаете я когда покупал подсвечники она мне продавщица говорит а почему вы не покупаете их пару парными то есть пара одинаково я купил три разных подсвечника потому что мне показалось что парные да это имеет смысл когда подсвечники парные но в то же время я покажу сейчас как они выглядят все втроем и это тоже 39 90 и выглядит он кто клеит так это сволочи и выглядит он вот так видите они разные да один такой другой такой а не имею ввиду они одинакового стиля но они разные по причине и они разные по рисунку на них на самом деле они просто просто восхитительно нет нет для меня они выглядят просто восхитительно просто я хочу вам ах я щас покажу 3 подсвечника я щас покажу как я их вижу у себя это не маленький столик шоу и мура и была короче на все золотые серебряные и рождественские вещи бы была скидка 50 процентов поэтому я потратил наверно 200 с чем-то евро и получил скидку на все 150 евро этот подсвечник стоит 30 дней и это вообще третий подсвечник и выглядит он вообще вот так следует до 100 pet и выглядит он вот так и вы ребята понимаете да вот они два одинаковых по росту но они разные абсолютно эти самые красивые наверное из всех да но выглядит он просто сейчас я переверну и покажу как это все выглядит вот как то так они реально очень гигантские некое освещение такое сейчас плохое выглядят они вот так и я просто в огромном восторге от этих посвечников знаете у меня почему мне нравится понравились вот такие посвечи сейчас еще приду почему но выглядят подсвечники вот так получается сотня за три и я получил на все скидку 50 процентов и вот такие у меня обновки в подсвечник посвечники я люблю массивные вещи люблю огромные сложно доставаемые массив массивные вещи сейчас я поставлю там сзади и продолжим а это был подарок от моей мамы это один из подарков у меня мало у нас семьи не принято дарить подарки такие вещественные у нас дарят их и нас дарятся деньгами но вот такой шикарный контейнер ананас и это у меня первый контейнер такого плана это не фарфор это браз браз это как же называется я не знаю что такое браз но это это не бронза нет как называется вот такого плана металл и он выглядит просто восхитительный ананас и он стоит все конечно и не за сколько он стоит кстати пусты на нем нету но шикарный я просто от него в восторге это пойдет мою коллекцию ананасов потому что вау ну кайф да мамочка вся знает что подарить было в том же магазине где я покупал вот эти подсвечники и там увидел две вазы не вазы 2 2 контейнера для печенья которые не напомнили вот у меня есть такой светильник который никогда не пользовался как светильник это ла это масляный светильник но выглядит он вот так просто шикарная вещь мне он очень очень нравится мне его очень очень люблю ну вот нашел я значит два две вазы не опять же не вазы 2 куки джар да это у нас называется контейнер для печенья и они мне так напомнили этот светильник что я купил их два я сейчас объясню для чего я буду использовать вау это просто шикарная вещь честно такие же серебряные стеклянные как и подсвечники это такая красота я знаете я могу в таких магазинах пропадать просто сутками вот сутками я вот стою стоишь смотришь и знаешь знаете вещи такого плана вдохновляют они вдохновляют на какой-то интерьер на какие-то я не знаю там оу вау вот это может быть начнется что-то вот с этого вот эти вазы поставишь и уже вокруг у тебя начинается рисоваться вот как интерьер у тебя будет да я сейчас покажу два контейнера я скажу для чего они нужны я был просто в восторге и напомнили именно мой старый светильник значит этот у нас стоит двадцатку и выглядит он вот так 20 евро да посмотрите какая красота для меня это будет он сейчас покажу первой второй и вы поймете о чем идет речь а второй просто гигантский это такой шикарный контейнер я просто в восторге от него и этот у нас стоил кстати недорого 40 евро посмотрите какой чудесный контейнер для печенья они вдвоем ставят смотрится вот так и вот представьте себе вы закройте глазки и представьте кухня на которой такая индустриальная кухня да скажем там черная цемент и может быть и все да то есть и сталь например тогда и на ней ничего нет пустая такая минималистическая кухня и на ней вот просто на столе стоят просто два контейнера для печенья к примеру момента я не люблю вот все в таком стиле вот это вот не мой стиль потому что он слишком вот это барокко даже не по барокко вот вы знаете деревенский шик именно такой знаете даже не прованс а именно такой деревенский шик и это вот не совсем мой стиль но если его интегрировать в какое-то во что-то другое смотреться не найти вот как называется по-английски попов калору сплэш в калору да например серая-серая спальня ничего все в серых тонах и просто оранжевые подушки да как маленький такой знаете глоток цвета вот тоже самое это их можно куда-то поставить так что просто как маленький китчевый акцент и они будут просто восхитительны вот это вот у меня вот такие мысли по пошли и я подумал что буду использовать а их не для печенье не контейнер для печенья а контейнеры для снеков для моих собак то есть например здесь у меня будут засушенные куриные грудки а здесь у меня будут например маленькие печеньки и вот так если например в гостиной стоит не хочется тебе просто не хочется снеки должны быть всегда под рукой но не хочет чтобы они валялись некрасиво а в таких контейнерах собачьи снеки это будет просто восхитительно Вот за два они стоили 60 евро, и получила я их за тридцатку оба. 50% скидка, это просто шикарная вещь. Они очень сильно напомнили вот этот вот светильник. Ох, восхитительно, обожаю этот светильник, обожаю этот светильник. Это именно вот в таком вот стиле. Класс, да, ребят? 50% скидка, это было просто даром. Ну, я считаю, я такой человек, я любитель собирать все из редкие игрушки, редкие коллекционные игрушки, или я люблю собирать игрушки винтажные. Что-то винтажное, что-то, знаете, которое легко может испачкаться, испортиться, которое надо специальной кондицией для хранения. И я был, шопился онлайн в H&M, в H&M Home, и купил вот эту штуку. С виду она выглядит ничего, дешевка-дешевка, десятка евро, да. И купил я даже со скидкой, на 25% была скидка. Пакует H&M Home просто восхитительно. Если вы боитесь покупать стеклянные вещи в H&M, то не бойтесь. Вот так это выглядит. Это, знаете, для... Это дисплей. Это дисплей для чего-то редкого. Сейчас я покажу, как это выглядит, потому что здесь еще есть... Вы знаете, вот то, что выдает дешевизну в нем, это именно подставка. Вот подставка, она выдает в нем дешевку. Но, опять же, подставка выглядит так, что если близко не подходить, то она может выглядеть, и ничего. А для какой-нибудь редкой такой вещи, она... Редкой, которая тебе ценна, эта вещь, да. Вот она будет идеальна. Пластиковая подставка обыкновенная, да. О, нет, это даже не пластик, ребят. Это дерево. Это просто чистый кайф. H&M дерево. Я думал, это пластик, а это, оказывается, дерево. Ну, может быть, не так и дешево она и выглядит тогда. И выглядит она вот так, вот такая база для этого. И туда ставите что-то ценное. Например, как у меня стоят винтажные кукольные головы, которые я не хочу, чтобы пылились и портились. Они у меня стоят под такими защитными колпаками. И вот такой колпак реально 7 евро или 6 евро я купил по скидке в H&M. И я просто в огромном восторге. Вы только посмотрите, какое чудо, да. Ребят, я не знаю, смотрите вы меня давно или нет, но я еще покупал в своей поездке в Швецию, в Швецию я покупал огромный подсвечник. Огромный подсвечник, который стоил, наверное, порядка сотни евро. Он очень специфичный, но у меня была специальная вот такая тема, для чего он мне нужен. Я сейчас его покажу. Вот такой подсвечник, ребят. Это гигантский подсвечник, который вот сделан под старину, и он просто шикарный. И в нем стоит череп. Череп, который стоит 1200 евро. Это был подарок от зрителей. От зрителей. Это был подарок, наверное, я не знаю, может быть, 8-9 месяцев назад мне прислали из Москвы. Это вручную оформленный череп. Череп с 5000 кристаллами Сваровски. Это просто шикарная вещь. Я вам сейчас его покажу. Это мое сокровище, которое я никогда не думал, что мне люди могут сделать такие дорогие подарки. Это 1200 евро. Ребят, мне, я не знаю, мне такое никогда не дарили в жизни. Вот так вот, посторонние люди. Ой, посмотрите, какая красота. Это вот просто в моем стиле. И это все вручную инкрустация кристаллами Сваровски. Это просто восхитительная вещь. И я взял вот этот вот подсвечник именно для этого черепа. Но дело в том, что это подсвечник. И там щели, и туда проходит пыль. И вот, что я нашел буквально вчера. Пошел я, ребят, 40 евро. 40 евро. И дизайн in Britain, made in China. Вот такая шикарная база деревянная. Я даже не знаю, подойдет ли мне этот череп вот такую вот базу. Ребят, вы посмотрите, какая красота. 40 евро. 40 евро. Вот такой гигантский дисплей. Сейчас, я, знаете, хочу его протереть. Знаете, обожаю такие вещи. Обожаю такое вот, такого плана. Все. И обожаю просто. Знаете, смотрю иногда вот русские блогеров, да. И многие блогеры говорят, что в России черная пятница чаще всего бывает развод. Ну, развод в том плане чаще всего бывает... Даже поднимают цены, чтобы потом опустить, сделать скидку, понимаете, да. Я такой, читаешь, конечно, смотришь, не читаешь, смотришь. Вот на ютубе думаешь, боже мой. Смысл же, черные пятницы, это не... Хотя этот дисплей я купил за полную цену. Смысл же, черные пятницы, это продать вещи, которые не продались, ну, как называется, в... По обычной цене, то есть обычно это не то, что не кондиция, но то, что не продалось, или излишки товара, или что-то такое, да. Они, черные пятницы, они же не делаются для того, чтобы народ обмануть. Ну, вы знаете, я уверен, я уверен, что им... Настанет момент, когда и в России будут правильные черные пятницы, вот. Но, конечно, ты не сидишь немножко в шоке, когда люди рассказывают, что заходят, ну, есть вот эти вот расширения на какие-то эти вот магазины, да. И люди смотрят, что до скидок товар был дешевле, чем он во время скидок. То есть, знаете, не просто воруют, а еще воруют-то, как белыми нитками все шито. Ах, вы посмотрите, только сейчас я поставлю. Он просто идеально здесь подходит. Он просто идеально подходит под этот череп. Это просто идеальный дисплей. Ох, потому что, знаете, подсветчик он красивый, но он немножко слишком громоздкий, и он не показывает всю красоту черепа, как показывает вот этот дисплей. Вау! Вы только посмотрите, ребят. Вы только посмотрите на эту красоту. О, вау! И я в восторге. 40 евро стоит каждый цент. Я очень доволен. Ох! Вот такие вот у меня покупки интерьера. Вы знаете, у меня получается, сейчас я немножко смотрю, как у меня получается, что слишком много серебряных вещей. Я не большой любитель серебряных вещей, но я такой человек, что вот иду я, например, по магазину, и вижу что-то необычное. И, например, это необычное серебряного цвета. Ты покупаешь, окей. Потом идешь, пистол, идешь по магазину опять, видишь что-то опять серебряное, например, да? И ты думаешь, оу, вот это серебряное хорошо подойдет моему первому серебряному. И ты покупаешь. А когда ты видишь серебряное уже третий раз, то ты понимаешь, что вау, это 100% войдет уже в мою серебряную коллекцию. Получается так. И началась у меня моя серебряная обсессия с серебряными вещами, когда я купил вот это вот классическое шведское. Знаете, кто был в Швеции, вы знаете, о чем я говорю. Это классическое шведский сувенир. Это их лошадь. Купил я в шведской, в Норвегии, в шведской сети Оленс. Она уже сейчас закрылась в Норвегии. Но это классическая шведская лошадь. Да, это вот, обычно они красного или белого цвета, обычно они красного. Это классический шведская игрушка-сувенир сейчас, да? В Стокгольме их везде полно. Поэтому, если вы были в Швеции, вы знаете, о чем я говорю. Все брелки, это с лошадками, все. Но железную вот такую икону шведского, вот этого вот, шведских лошадей, я не видел из железа, чтобы была сделана. Я думаю, это какой-то алюминий, да? Она солидная, и она, знаете, очень-очень стильная. То есть, если ты поставишь красно-деревянную лошадь, вот из Стокгольма купленная, я здесь поставлю фотографию. Люди скажут, окей, он был в Стокгольме, да? А когда ты поставишь, например, представьте, опять же, минималистический интерьер, который, опять же, не подходит ко мне. Но! И вот эта лошадь, она впишется абсолютно в любой интерьер, и она будет смотреться не как сувенир вы купили за 150 крон в лавке у парома, да? А это буквально... Она, во-первых, не 150 крон стоила, она стоила на евро 50, потому что железная, и Оллинсон не такой дешевый. Хотя, он не такой и дешевый, да? Может, потому и закрылся. И вот началась у меня моя погоня за серебряными вещами вот с этой лошади, да? И потом я был в Вене, и вы знаете, опять же, наверное, 70 евро, что ли, отдал за этого рождественского оленя. И... Это было Рождество... Нет, это было после Рождества, наверное. Я был в Вене, и был вот этот вот олень, и я его купил. Вы знаете, это, конечно, китч, да? Но я люблю оленей в принципе, а этот такой еще гигантский, и был еще стоячий олень, который стоит на ногах. Вот его не было, к сожалению, поэтому мне пришлось взять такого оленя. Вот. И у меня пошло-поехало. После этого у меня все серебряные вещи, они... Они как-то начинают формировать коллекцию, понимаете? И я сейчас смотрю, что сейчас у меня не просто серебряные вещи, а прям очень много серебряных вещей, и это получается спонтанно не запланированно. То есть сам я такое не планировал. Но как-то так. Вот так вот интересненько. Ребят, покупали ли вы что-то вообще на рождественских скидках? Знаете, я устал покупать дешевую одежду. Да, я могу зайти в H&M и что-нибудь под настроение взять, но у меня столько одежды. У меня просто очень-очень-очень много одежды. И у меня одежда очень хорошая. Это одна причина. Вторая причина. Я сейчас полноват. Поэтому я сейчас пытаюсь не покупать особенно штаны или... В принципе, ничего не пытаюсь сейчас покупать, потому что я все равно планирую похудеть. Вот. И по этому одежду я не прохожу мимо. И знаете, не могу уже забивать дом какой-то Zara, H&M или еще таким. Ну просто у меня хорошие вещи лежат. Знаете, пылятся с бирками. А еще Zara буду покупать. Да, ну... Вот. А вот интерьерные вещи я не могу пройти мимо, да? Техника, опять же. У меня техники очень много. И телевизоры шикарные. И компьютеров много. Техника мне не нужна. Мне... Все, что мне нужно вот для моей съемочной, у меня есть. У меня 8... Нет, 6 этих... Софтбоксов. Ring light. То есть мне вообще надо сделать, конечно, отдельное видео о том, как я снимаю мое оборудование. Потому что у меня много всего. У меня одних штатив, наверное, 17. Вот. То есть вот так. А поэтому, а вот что остается интересное покупать, это только у меня предметы интерьера. И вот как-то так. Вот такие у меня были покупки в этом году. Я не думаю, что сейчас я буду продолжать что-то покупать еще. Потому что мне нужно сообразить, где я буду жить. Во-первых, да, я еще до сих пор не сообразил. Понимаете, я сейчас сижу в такие, знаете, чемоданное настроение. Сегодня я хочу здесь, завтра, ой, может быть, в Барселону друзья зовут. Может быть, потом, о, вау, Берлин. Класс, Берлин, обожаю Берлин. Понимаете? А потом опять, ну а как же Осту? Понимаете? Вот у меня сейчас такой раздрай. И я сейчас, у меня просто, извините, не хватает, блин, духу принять решение и сказать, все, переезжаю. Поэтому я сейчас спокойно жду, спокойно выжидаю. Спокойно... Наблюдаю за ситуацией. Назовем это так. Вот. Вот, в принципе, все на сегодня. Вот такое у меня, знаете, просили у меня делать какие-то покупки интересные. У меня интересных покупок не было. Неинтересные покупки я буду выкладывать. Такие проходящие покупки я буду выкладывать в своем влоговом канале. Ссылка в описании. Обязательно подписывайтесь, если вам интересно. Маленькие такие зарисовки. О, без макияжа, без всего. Просто из моей жизни. И там мало хождения по улицам. Но там будут вот такого плана сейчас вещи. Вот. А у нас большой канал. Ну, вот люди просили какие-то покупки. Вот вам покупки. На рождественские покупки. И... Надеюсь, вам понравилось. Я сам люблю смотреть покупки. Я сам люблю именно покупки не фикс прайс, а что-нибудь интересное. Знаете, хочется посмотреть что-нибудь такое, ну, необычное. Что может натолкнуть на какие-то идеи, вдохновить. На что-то. Вот такое я люблю, да. Поэтому... Сам люблю такие видео. Не люблю люкс. Не люблю распаковку люкса, да. Какая-нибудь... Ой, посмотрите, у меня муж купил. Или там я сама купила себе там сумку от Versace за 2000 евро. Да. Для меня это не столько покупки, сколько выделывание на камеру. Да. Для меня это... Ох, не знаю. Не люблю я вот распаковку люкса. Вот. Ну, вот как-то так. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста, если вы еще не подписаны. Ставьте палец вверх, если вам такое видео нравится. Напишите, вообще, нравятся ли вам такие видео. Потому что распаковок у меня, наверное, за год-три месяца всего три или четыре распаковки покупок. И как-то так. Вот. А еще раз всем хорошего настроения. Всех люблю. Всем-всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова